Привет, дорогие друзья! А Зеленский-то вор, вы знаете? Да ладно! Вор, коррупционер, и вся бригада его, это бригада воров, расхитителей и коррупционеров. Еще об этом кричать не во весь голос, но вот чем больше западные партнеры желают прогнуть Киев на замораживание конфликта, или как на мирные соглашения, пусть даже путем территориальных уступок, тем больше они начинают замечать. Вы представляете, прозрение, наступает прозрение, и вот уже они замечают, несколько статей даже появилось о том, с какими трудностями сталкивается мобилизация, потому что нет добровольцев, к этому присоединилось издание BBC, там обратили внимание на то, что СНБО анонсировал призыв 160 тысяч человек за три месяца. И в вооруженных силах назвали это высшей планкой, высшей планкой, к которой надо стремиться, хотя заметили, что может быть эта планка достигнута не будет. Потому что все, кто хотели присоединиться к вооруженным силам, уже присоединились. Я должен заметить, что те, кто хотели и присоединились, сейчас горько плачут, потому что назад их теперь домой не пускают, ротации у них не происходит, ну и полная вообще у них происходит жесть. А, да, материальное обеспечение оказывается внезапно не такое, как обещали, или как было в начале, скажем так, потому что некоторые говорили, что вроде как они даже что-то там получали, а сейчас не очень. Ротации происходят только в специализированных подразделениях, которые никто на фронте не видит. Вот там, вы знаете, есть такой Сергей Филимонов, погремуха, побрякушка, комбат побрякушка. Вот у него ротации постоянно, причем он еще и выезжает в Италии, в Австрии, все такое. Но это особые, особые приближенные к СБУ, там к офису президента, там где-то подлизывают, вот их выпускают. А обычные солдаты нет. И вот западные СМИ вдруг начали это замечать. Что интересно, в начале октября The Times давала инсайт по даже большему плану в 200 тысяч новобранцев, который тоже был воспринят скептически. А годом ранее, вы помните, возникли споры, когда офис президента рассказал, что залужный плохой, ибо он хочет призвать 500 тысяч человек. У Зеленского сказали, это чрезмерные планы, мы будем их понижать, самого залужного пнули, и он сейчас наблюдает за футболом в Британии. На его место назначили Сырского, но при Сырском внезапно, даже с сокращенными объемами, понеслась. Жесть происходит просто жестяная, я в своем канале Телеграм это регулярно показываю, там некоторым даже сроки уже пытаются давать, за то, что они снимают насильственную мобилизацию. Непонятно по какому закону, наверное, закон Зеленского какой-то, особый секретный закон Зеленского. Но в Европе этого не замечают, как вы знаете, европейские, хочется сказать плохое слово, но сдержусь. Они этого дела не замечают, они говорят, свобода слова, там все нормально, права человека соблюдаются украинским режимом и так далее. В общем, нежелание Конгресса США голосовать за крупный пакет американской помощи напрямую связывали со слишком мягким законодательством о мобилизации. Они не хотели давать оружие, пока не увидят, что есть кем воевать. Дело в том, что без бойцов у ВСУ не получается, ну как, в лучшем случае сейчас получается латать потери. То есть умерли, сразу же новых Сулес набрали, туда бросили. А Западу дело в том, что, ну, смотрите, Киев постоянно выпрашивает оружие, постоянно выпрашивает оружие, деньги выпрашивают то, все, пятое, десятое, а сам, получается, не выполняет своих взятых на себя обязательств по поводу мобилизации силовой в том числе. И, конечно же, эти обязательства были взяты не публично, но, по всей видимости, какие-то договоренности с Западом были, а они не соблюдаются, потому что не получается, даже несмотря на то, что хапают прямо на улице, хватают, тянут за ноги, все такое, не получается. Причем, что я вижу, что хватают людей там, ну, как-то с инвалидными какими-то палками, вы что, совсем, что ли, ополоумели, что ли? И если обязательства по мобилизации не выполняются, то, вы видите, как признается сам Зеленский, из пакета США к текущему моменту Киевом получена только десятая часть. Там же в BBC констатируют, что Украина еще больше зависит от поставок западной техники, которая используется даже в Курской области. Там, конечно, говорится, что россияне теряют очень-очень много солдат, намного больше. Я вообще каждый день это вижу, как будто это должно успокаивать. Россияне теряют больше, но дело в том, что россияне теряют и технику тяжелую, но они могут ее производить, россиянам никто ее не подарит. А Киев рассчитывает исключительно на привозную технику. И если поковырялись, нашли где-то вон Абрамсы какие-то устаревшие в Австралии прислали и так далее, то вообще-то сейчас не очень хорошо с поставкой техники. Нет техники, нет ни хрена. А если ни хрена нет техники, то значит все труднее генштабу планировать свои гениальные спецоперации. Я уже сообщил в закрытом телеграм-канале, что планируют они еще там пару направлений, но именно из-за планирования одного направления больше стало прилетать по Харькову, правда в украинских СМИ об этом не расскажут. Ну и из-за планирования другого направления там может быть снесена Молдова, ну если сунется в эту авантюру. Вот такие авантюрные придумываются операции. И вне поставки тяжелого вооружения Киеву нет какого-то возможно злого умысла со стороны американских партнеров. Просто они же всегда говорят европейцам отдавать, а европейцам уже просто нечего отдавать. В будущем году может сократиться еще и финансовая помощь, причем вне зависимости от того, изберут Трампа или нет, при худшем раскладе в два раза сократится такая помощь. Тем временем в The New York Times подвели итоги 10 месяцев боевых операций в 2024 году и пришли к неутешительным выводам. Они начали замечать то, повторюсь, чего они раньше не замечали. И несмотря на все победные реляции, о том, что Курская спецоперация привела к тому, что замедлила продвижение на востоке, на самом деле вооруженные силы Российской Федерации в октябре достигли самых больших территориальных успехов с июля 2022 года. На Донбассе они сейчас укрепляют фланги перед наступлением на ключевой узел Покровск. Мы убеждены, что до Покровска россияне хотят сначала окружить и захватить Курахова, кстати. Если не считать Курщину, хоть сколько-нибудь значимые приобретения УВСУ в этом году были разве что в июне. Полагаем, связано это в наибольшей степени с контратаками в Волчанске около него, чтобы не допустить дальнейшего прорыва вглубь Харьковской области. Собственно, по официальной версии войска в Курской области ввели, чтобы не допустить повторения сценария Волчанска на Сумщине или Черниговщине. Быстрое продвижение России это разительное изменение по сравнению с событиями прошлого года, когда линия фронта оставалась в основном статичной. В обе стороны начинали амбициозные наступления, которые в основном проваливались. Но патовая ситуация, которой характеризовался 2023, заложила основу для недавнего прогресса Российской Федерации. Какими бы незначительными не были ее достижения, атаки России постепенно ослабили украинскую армию. До такой степени, что ее растянутые войска больше не могут удерживать некоторые свои позиции. Западные аналитики сравнивают нынешнее течение конфликта с игрой «ударь-крота». Кризисные явления возникают быстрее, чем с ними можно справиться. Уже все знают, как летят кабы. Уже все знают, что позиции подвергаются постоянным, жесточайшим обстрелам. Но здесь еще очень серьезнейший фактор, на который опять-таки вдруг прозревшие западные журналисты обратили внимание, о котором мы рассказывали уже очень давно. Обратите, кстати, внимание, сейчас украинские тоже волонтеры, всякие активисты, Стерненко и компания, они вдруг начинают говорить, плохая куртская операция, виновата руководство. Они боятся все еще раз лепить свой клюв относительно того, кому они лежат в задницу, то есть относительно Зеленского. Но, тем не менее, начинают что-то квакать. Месяц назад, посмотрите, гениальная спецоперация, гениально Путин на коленях стоит. Так вот, на что сейчас начали обращать внимание и на что мы обращали внимание еще тогда? Фортификации. Фортификационные заграждения, укрепления, а вернее их отсутствие. Захватив фортецию Угледар, российские войска обнаружили за ним преимущественно открытую местность с редкими оборонительными линиями и очень скудной застройкой, за которую могли бы зацепиться ВСУ. Захватив Угледар, российские войска продвинулись на 10 километров на север, что является достаточно существенным показателем. Мы продвинулись за ним исключительно потому, что никаких фортификаций не было. Послушайте, а куда делись фортификации? Не, подождите, ну или их не было. Но такого быть не может. Как это так их не было? Куда-то же выделялись деньги, миллиарды, я подозреваю, миллиарды долларов. Они выделялись на фортификации, вдруг их не стало или не было. Еще живо в памяти выступление Зеленского в Запорожье. Он тогда поручил быстро строить укрепление, причем не только там, где на тот момент шли бои, но и, к примеру, на границе с Белоруссией. Тот приказ Зеленского стал настоящим водоразделом. До этого момента Зеленский некоторое время пререкался с Главковым-Залужиной, который писал статьи о тупике на фронте. Но в итоге Зеленский, по сути, признал, что контрнаступление не достигло целей. И Зеленский типа понял, что на самом деле говорили долго ему и говорили правильно, что необходимо переходить к тактике маневренной обороны. Но для того, чтобы маневрировать в этой обороне, надо от чего-то плясать. Как это происходит? Штурмовые группы врага заходят в траншеи, бойцы отходят на безопасные позиции в ожидании резервов, чтобы их оттуда выбить. Враг занимает укрепрайон, соседние укрепы усиливаются, чтобы не допустить дальнейшего прорыва. Таким образом, ВСРФ атакуют где могут, но не могут преодолеть оборонительные рубежи. В итоге постепенно истощаются, пока Украина готовит и вооружает новые бригады, чтобы снова перейти в атаку. Собственно, союзники предлагали пересидеть в 2024 год. Вы помните, они предлагали пересидеть, дождаться результатов выбора. И начать атаковать уже в 2025-м. Если бы Зеленский тогда их послушал, ну а что уж говорить, если бы. Если бы до Кабы во рту выросли бы грибы, то был бы не РОД, а целый огород. На большое строительство фортификации Кабмин с начала года потратил не менее миллиарда долларов. И собирается создать финансовый резерв для тех же целей. То, что я вам и говорил. Конечно, это даже не сотни миллионов долларов, это миллиард. Дело в том, что они, планируя переходить к маневренной обороне, не строили фортификации, а просто воровали деньги. Могли ли они понимать, чем это закончится? Конечно, они понимали, чем это закончится. Это закончится разгромом. Но кому это интересно? В стране, где не сидит никто ни за какое воровство, это особо и не страшно. Плюс, конечно же, распоряжение было дано с самого верха. То есть, это распоряжение было дано из офиса президента. Кто-то в офисе президента абсолютно в теме и абсолютно в доле. Был заявлен амбициозный план выстроить собственную линию Суровикина, а точнее три линии общей протяженности 2000 км к концу весны. Причем разными линиями занимались разные ведомства, в том числе сомнительные подрядчики. Еще в мае, согласно официальному заявлению Министерства, строительство оборонных рубежей на Донбассе и в некоторых других подходило к концу. В мае! Но уже тогда, весной, поступали жалобы с передовой на то, что за работы не взялись. Раньше. Не на то, что ведутся они. Вообще никак. Частично сами солдаты брали на себя функцию инженеров. Уже к лету число уголовных дел из-за возможной растраты средств измерялось десятками. Особенно много скандалов поднялось после прорыва под Волчанском, где говорили, что граница на замке. Как объяснить то, что воруют, ну это то, за что дают пожизненно. Если не расстрел, расстрел типа нельзя дать, то за такое дают пожизненное военное время, военного времени, воровать на укреплениях. Это жизни солдата. Сотни, тысячи жизни солдат. Но, как начали успокаивать? Начали успокаивать, забрасывая в СМИ. То есть получили темник из офиса президента и начали рассказывать. В Курской области у русских тоже укрепления не было. Ну, во-первых, в Курской области там показывали интересные укрепления и показывали их солдаты как чудо какое-то. Помните? Ходит он и говорит, смотрите, что у них здесь. Смотрите. И вторая тема, второй нюанс. На украинские потратили миллиард и еще собираются какой-то там запас. А на вот эти вот Курские в пересчете 37 миллионов долларов. Разницу чувствуете? В Покровске только недавно начали устанавливать зубы дракона в чертах города. В Мирнограде их заказали к Новому году. Вы представляете? А сети обошли фотографии этих зубов дракона, которые, ну, знаете, как оно бывает? Ну, сказали, надо их привезти. Их привезли. Ну, никто не верит в то, что они там что-то могут остановить врага или еще. Короче, их просто взяли и сбросили. Никто за это не несет ответственность. Ну, поймают какую-то, может быть, работницу ЖЭКа, знаете, как говорят. Дадут ей что-то и расскажут, что она шпионка ФСБшная. На самом деле, конечно же, такой распил идет не на уровне работников ЖЭКа. Нет, нет, нет. Очень хорошо было бы расследовать, а какие суммы на строительные работы правительство получило в виде помощи от западных лохов-партнеров. Кто предоставлял строительную технику? Очень интересная была бы информация к размышлению. Куда все подевалось и при чем тут Кирилл Тимошенко? Между тем, спустя год после выступления, пламенного выступления Зеленского в Запорожской области, говорят, что Запорожская область должна стать фортецей. Строительство уже завершено на конечном этапе. На конечном этапе закончено 99,9. Третья линия будет подготовлена в ближайшем будущем. Я вам, во-первых, замечу, что еще весной они говорили, что уже находится на конечном этапе. Ну, и конечный этап как-то растянулся. Долго кончали, можно так сказать. Вот. И что еще интересно, что как только что-то объявляют фортецей, вы обращали внимание? Вот только что-то объявляют фортецей, сразу же это заканчивается плохим. В связи с этим мы находим еще одну причину, по которой Зеленскому мог понадобиться суицидальный поход в Курскую область. Возможно, для того, чтобы отвлечь внимание как раз-таки от масштабного крадивництва на фортификационных сооружениях. Вполне возможно, что и следующие его походы с такого же уровня, которые приведут к такому же разгрому и к уничтожению, постепенному уничтожению ВСУ, будут приурочены опять-таки к тому, чтобы отвести взгляд партнеров. Смотрите вон туда, вон я нападаю там на Приднестровье, к примеру, все смотрят туда, а здесь не наблюдают того, что фортификации нет. И все деньги, которые эти лохи забирают у своих налогоплательщиков и отправляют в Киев, просто тупо разворованы. Может быть, он как фокусник, знаете, ярким привлекает чем-то там, опа, смотрим, а другой рукой делает свои фокусы. Но то, что Офис Президента напрямую причастен к расхищению этих средств, это факт. И вы увидите, что когда почувствуют слабость Зеленского, все те, которые сегодня молчат, начнут вдруг лаять. Некоторые уже повылазили из-под лавки, долго сидели, долго молчали, только языки показывали и лизали задницу Зеленскому. Так чук-чук полизали и спрятались. А сейчас ты посмотри, начинают потихоньку вылазить. То ли еще будет. Западные партнеры постепенно начинают делать вид, что замечают то, что происходит в Украине. Ничего хорошего это Зеленскому и его компании воров не несет. Наблюдаем дальше. Хорошие времена наступают. Пока.